всем привет в этом видео хочу рассказать вам о своих покупках ноября покажу вам как то что я приобрела в обычных розничных магазинах так и свой заказ в интернет-магазине и фраше давайте приступим начать хочу с ухода за волосами тем более что здесь у меня всего лишь один представитель и это средство против выпадения волос интенсивного действия от корейской марки днг меори это у меня уже повторная покупка но если честно я абсолютно не знаю что вам рассказать об этом средстве оно направлено против выпадения волос и для усиления роста волос ни в том ни другом варианте на мне оно не сработало мои волосы не попадали как до его применения так и во время и после сейчас они не выпадают мне кажется это результат того огромного комплекса разного рода средств которые я использую для поддержания хорошего состояния своих волос это масла это перцовые маски это скрабы для кожи головы это биологи биоактивные добавки рыбий жир поливитамины какие-то я стараюсь не нервничать не пользуюсь феном сушу волосы естественным образом мне кажется все это благотворно воздействует на мои волосы и они хорошо себя со мной чувствуют не убегают от меня на рост волос это средство в моем случае тоже никак не работало вы можете спросить зачем ты купила это небюджетное средство повторно вопрос честно говоря вполне резонный отвечаю мне оно просто понравилось просто понравилось пользоваться этим средством у него приятная консистенция это не водичка как можно было бы подумать это такой лосьончик чуть более густой мне нравится аромат ментоловый мне нравятся охлаждающие действия которые оказывает это средство на кожу моей головы мне просто приятно пользоваться этой вещью в общем то и все к тому же я верю что термоэффект он полезен для волос как охлаждающий так и разогревающий кожи точнее кровь приливает корням волос они лучше снабжаются кислородом лучше напитываются растут здоровыми почему бы и нет почему бы не купить такое дорогущее средство в черную пятницу в магазине подружка до объемчик здесь маловат 145 миллилитров цена не маленькая 667 рублей без скидок но мне оно понравилось я его купила я девочка я хочу это средство но рекомендовать конечно не стану но не однозначно кому-то поможет отрастить волоса кому-то как мне не поможет все равно мне приятно пользоваться следующее средство которое я тоже приобрела в магазине подружка это уже средство для лица вот такой купила я очищающий гель бесконечная свежесть от марки лориаль париж мне очень понравилось оформление но такое приятное на мой взгляд симпатичная узкая туба розовый такой нежный цвет небольшой объем у средства 150 миллилитров и не такая уж и большая цена 199 рублей без скидок средство я бы не сказала что очень густое но и не водичка думаю будет достаточно экономичным этот гель подходит для нормальной смешанной кожи то есть для такой как у меня должно средство очищать мотировать и освежать я еще эту упаковку не открывала не знаю как пахнет но надеюсь что приятно в результате использования поры глубоко очищены кожа чистая и матовая выглядит здорово и приобретает ощущение комфорта макияж этим средством судя по инструкции смывать нельзя будем просто умываться когда-то что-то похожее от лориаль у меня уже было и мне понравилось так что я думаю эта новинка тоже мне понравится я на это надеюсь далее покажу вам крем для лица от марки эвелин вот такой оранжевый жизнерадостный крем из серии эксперт c это серия с витамином c как можно в общем то догадаться прошлом месяце я приобрела сыворотку с витамином c из этой серии в этом месяце появилась линейка кремов 30 плюс 40 плюс и 50 я выбрала разумеется 30 плюс этот крем увлажняющий в объеме 50 миллилитров универсальный как дневной так и ночной можно использовать здесь нет spf он подходит правда для сухой и чувствительной кожи это не мой тип кожи но я подумала что на холодное время года будет вполне нормально я надеюсь мне хватит питания от этого крема если нет буду под него днем использовать какую-то увлажняющую сыворотку что нам пишет производитель этот крем ну пишет он много чего на упаковке но если резюмировать то этот крем придает коже легкое естественное свечение обеспечивает витаминное питание и омоложение выравнивает цвет лица борется с первыми морщинами увлажняет на клеточном уровне содержит витамин c нового поколения который стимулирует рост волокон коллагена возвращает кожу блеск снимает признаки усталости также здесь есть зеленый чай женьшень который нейтрализует негативное влияние свободных радикалов и гиалуроновая кислота которая разглаживает морщины и мимические линии придают бархатистость коже гладкость и защищает от сухости надеюсь мне этот крем понравился он в подружке стоил 300 рублей без скидок у него приятный аромат приятная действительно такая кремово-гелевая пружинящая такая текстура крем хорошо впитывается я надеюсь мне он не закупорит поры это самое главное пользоваться буду уже совсем скоро когда мой крем закончится дня через 2-3 и я надеюсь мне понравится захотелось попробовать вообще к марке эвелин косметик в плане ухода за лицом я отношусь несколько скептично если честно следующее средство это покупка просто совершенно бестолковая я даже не знаю почему я схватила вот эту коробочку в магазине Литуаль наверное на меня подействовали скидки 50% и оформление конечно мне очень понравилось оформление взяла я упаковку косметических салфеток для лица с антибактериальным эффектом это марка Литуаль серия Ателье долго я пыталась открыть эту коробку не порвав но в итоге все равно я ее порвала ну да ничего страшного внутри находится вот такая упаковка похожая на обычную упаковку влажных салфеток открываете клапан достаете салфетку заклеиваете обратно чтобы не сохло салфетки там влажные это не матирующие салфетки сухие которые мы обычно с вами используем чтобы поправить макияж нет это немножко другой продукт что нам здесь пишут вот эти салфетки очищают кожу надежно защищая от появления угревой сыпи они пропитаны лосьоном с добавлением салициловой кислоты масло чайного дерева и алоэ вера мощные противовоспалительные ингредиенты проникают глубоко в поры оказывая выраженные антибактериальные действия пользоваться ими просто нужно извлечь салфетку из упаковки протереть лицо и шею и закрыть упаковку разумеется поверх макияжа вы такими салфетками не воспользуетесь стоили они кстати 99 рублей со скидкой в общем то невысока цена учитывая что объем здесь 30 салфеток я их приобрела в отпуск чтобы с собой взять и в большей степени для мужа он разумеется не красится но кожа у него жирная и периодически начинает блестеть из-за этого закупориваются поры ну в общем летом вы знаете если жарко то проблемы с лицом неминуемы чтобы протирать лицо в транспорте или просто на улице я думаю хватит ненадолго быстро разойдутся надеюсь действительно никаких точнее будут решать какие-то проблемы и будет ими приятно пользоваться сама я конечно тоже пару раз ими воспользуюсь когда буду без макияжа надеюсь мне понравится следующее средство я тоже приобрела в магазине подружка это уже маска для лица очень 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 небюджетная если бы не 20% скидка в черную пятницу я бы это средство наверное так и не купила до следующего года потому что оно стоит почти 800 рублей 799 и это обычная по сути маска для лица в объеме всего лишь 60 миллилитров это марка пью корейский производитель серия stone pitch приятное оформление эту маску я давно заприметила как-то раз гуляла по подружке от скуки вертела разные баночки читала для чего они что они делают и повертев эту баночку в руках выяснила что эта маска для лица кислородная для очищения и сужения пор конечно меня заинтересовало что значит кислородная маска когда-то на просторах косметисты была очень популярна кислородная маска от корейской марки миша которая после нанесения на лицо пузырилась 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 очищала кожу там или увлажняла я уже точно не помню но помню что мне вот этот эффект меня точнее этот эффект пузырьковый очень зацепил я очень хотела эту маску но тогда давным-давно марку миша не везде можно было приобрести это сейчас интернет-магазин любой откроет там она будет ну я надеюсь ее еще не сняли с производства в общем суть не в этом суть в том что я посчитала что эта маска и та маска это одно и то же по факту оказалось нет по крайней мере я так думаю что нет потому что тут я не пробовала здесь эффект вот этих пузырьков он достаточно быстро пропадает давайте сначала я вам расскажу что эта маска должна делать я кстати ей уже два раза пользовалась и пока что не поняла эта маска прекрасно очищает поры от загрязнений нежно воздействуя на кожу лица кожа становится гладкой чистой улучшается ее структура за счет повышения уровня кислорода в клетках запускаются процессы регенерации и омоложения выравнивается цвет лица разглаживаются морщинки повышается тонность и упругость кстати на сайте подружка не обновленном о том который был раньше было очень много хороших отзывов на эту маску ой ну я не знаю девочки ну честное слово но она такая странная давайте я покажу вам как она выглядит внутри да как такой баллон как пена для бритья как гель для бритья заглушка что очень удобно маска сама нужно нанести небольшое или большое я уж не знаю что имеет производитель под достаточным количеством нужно ее нанести разнести по лицу и какое-то время подождать какое неизвестно полминутки две минутки но когда я ее наношу я вижу что появляются мелкие мелкие пузырьки маска увеличивается в объеме я думаю вы это видите она немножечко так потрескивает вот такая становится очень интересная по своей консистенции потом ее нужно распределить по лицу вот когда я ее распределяю по руке это уже просто не первый дубль поэтому я знаю что говорю когда я ее распределяю по руке на лице она еще какое-то время пузырится какое-то время увеличивается в объеме и шипит а на лице почему-то она ведет себя совершенно иначе она очень быстро становится обычной глиняной просто глиняная маска за 800 рублей да как то так видите она все еще шипит а на лице нет на лице она очень быстро перестает это делать когда она засыхает держать ее нужно 10-15 минут она а я вам инструкцию не прочитала нужно подождать пузырьков и распределить когда она засыхает она не стягивает кожу она достаточно пластичная она долго смывается водой ее нужно смывать сначала теплой водой потом прохладной и формально она должна чистить поры ну может быть у кого-то она их чистит у меня нет простите по шуршу достану салфетку чтобы это безобразие с руки стереть она ведет себя как обычная глиняная маска от какого-нибудь Avon вот серьезно ничего замечательного что стоило бы 800 рублей я в этой маске не обнаружила да я пользовалась ей всего лишь два раза но хотелось бы большего здесь нам обещают что она что она что сейчас закрою ее так что она что улучшается структура кожи но честно говоря я не увидела чтобы кожа моя стала ровнее после этой маски чтобы сильно очистились темные точки нет такого нет поры не сужены рельеф какой был такой и есть в чем простите прикол я не поняла может я не так ее наношу может производитель точнее тот кто переводил как то не так перевел может быть корейцы иначе как то написали способ использования просто наши перевели как попало я не знаю но факт в том что эта маска работает средненько для меня средненько честно я ждала большего я ждала большего пузырения я ждала большего эффекта не дождалась ну буду дальше с ней играться может быть к концу использования раскушу ее и в пустых баночках может быть мой отзыв будет лучше ну да ладно давайте с этой маской закончим и перейдем к следующим маскам тканевым уже которые я закупила в большом количестве в магазине литуаль на тех же самых 50% скидках все эти маски если я правильно понимаю они все корейские но сделанные специально для магазина литуаль для их серии литуаль селекшн первые маски которые хочу показать очень забавные очень интересные как здесь написано пузырьковые пузырьковые маски для лица вот так да вот вы можете видеть литуаль селекшн в моем литуаль их представлено три вида показываю вам два потому что одну маску я уже использовала и в пустых баночках я вам о ней расскажу что мне в этих масках очень понравилось ну это разумеется то что они пузырьковые обычная лекала кстати не самая удачная не самая удобная мне кажется прорези для глаз в данном случае должны быть чуть покрупнее но возможно я ошибаюсь но не суть все эти маски направлены на очищение и маска с дыней на защиту маска с виноградом на питание маска с малинкой третья на увлажнение все они действительно точнее все не знаю но та которая с малинкой была она действительно неплохо очистила кожу увлажнения особого я от нее не заметила но очищение было неплохое дело в том почему не заметила что эти маски нужно смывать а когда водой я смываю какую-либо увлажняющую маску мне потом обязательно нужно наносить крем потому что увлажнение из-за воды сходит на нет может оно и было пока я ее не смыла ну в общем масками пользоваться очень весело честно вам скажу очень весело маску достаете расправляете кладете на лицо как только попадает туда воздух она тут же начинает пузыриться мелкие-мелкие мелкодисперсные пузырьки такая пена лежит эта маска у вас на лице и пузырится как пузырьки кислорода пузырьки газировки какой-то шипит очень забавное ощущение она пощипывает она покалывает через 15 минут на маске образуется сверху примерно вот такой слой пены забавно все это выглядит и под маской тоже пена между кожей и маской поры действительно чистят ну такая прелесть просто забавная задорная маска но когда я сняла маску с малиной когда я смыла остатки этих пузырьков с кожи я несколько часов после этого ходила красная как после бани я не знаю что это было краситель какой-то маски она была розового цвета либо же аллергическая какая-то реакция мне неизвестно я буду дальше пробовать эти маски может быть от этих масок такого эффекта не будет может быть там нет какого-то ингредиента который вызывает вот это покраснение на моей коже может есть но главное что на данный момент хуже с моей кожей не стало точнее хуже моей кожи не стало поры не закупорились каких-то раздражений не появилось краснота прошла через несколько часов ну вроде бы все в порядке и более чувствительной моя кожа тоже не стала так что надеюсь это была индивидуальная реакция ну попробуем дальше с ними поиграться стоят они кстати ну по акции по крайней мере 89 рублей а так получается 180 что ли да ну почти 200 не знаю смотрите сами можно купить одну такую маску на пробу посмотреть что получится мне понравилось если бы это покраснение я на сто процентов рекомендовала бы попробовать только из-за этих замечательных пузырьков ну да ладно это не все маски которые я приобрела в литуаль еще я купила три тканевые маски от марки скинниц это просто тканевые маски не гидрогелевые обычные они стоили 49 рублей я решила попробовать масок таких очень много я выбрала три одна с экстрактом риса что она делает выравнивает тон кожи насыщает влагой кожа увлажненная тонизированная свежая здоровая сияющая ну то что написано здесь можно прочитать почти на всех масках от этого производителя например пептидная тканевая маска для молодости кожи точно так же выравнивает цвет лица насыщает кожу влагой а также способствует сохранению молодости успокаивает да в данном случае успокаивает и выравнивает попробуем посмотрим третья маска восстанавливающая с убихиноном я не знаю что это за зверь такой эта маска замедляет процессы старения тонизирует выравнивает структуру успокаивает ну и опять же сохраняет влагу обычные тканевые маски я их не пробовала я не знаю какое здесь лекало здесь не нарисовано что мы получим открыв эту упаковочку надеюсь мне понравится стоили они недорого я решила почему бы и не приобрести что касается следующих масок то они уже гидрогелевые мне было интересно узнать что такое гидрогелевые маски но пока что я этого не узнала потому что я ими еще не пользовалась тканевые маски использую не каждый день под настроение бывает это со мной крайне редко если честно эти маски стоили подороже они шли по 94 рубля но это учитывайте в скидку так они стоят в районе 200 но мне было интересно попробовать этого нового производителя взяла я маску с лошадиным маслом все они по-моему опять же антивозрастные какие-то увлажняющие так да увлажняет борется с возрастными изменениями маска с женьшенем подтягивает разглаживает защищает от неблагоприятного воздействия окружающей среды и смягчает маска золотая увлажняющая смягчающая защищает от негативного влияния окружающей среды кожа свежая здоровая гладкая ну то есть непонятно что она делает и маска с секретом улитки виноградной борется с возрастными изменениями увлажняет делает кожу сияющей и здоровой в линейке масок скинниц я не увидела например очищающих масок которые меня бы больше заинтересовали но арсенал этих масок огромен их на самом деле порядка 20 что ли или 15 как минимум видов за такие деньги мне было интересно попробовать конечно за полную стоимость не знаю буду покупать или нет все будет зависеть от того понравятся они мне или же нет да интересно будет попробовать что же такое гидрогелевые маски состоящие из нескольких частей далее хочу показать вам крем для области вокруг глаз от марки лориаль париж серия роскошь питания этот крем я приобретаю уже третий год подряд он мне очень нравится он прекрасно подходит на холодное время года на вечер имеет приятную маслянистую текстуру достаточно долго впитывается поэтому днем его использовать конечно же не получится ну по крайней мере я даже и не пробовала если честно но на ночь он очень хорош он действительно хорошо питает кожу под глазами он ее разглаживает убирает морщинки от сухости но с возрастными изменениями не борется объем крема 15 миллилитров хватает на 5-6 месяцев цена в среднем 400-420 рублей думаю что это неплохая цена для крема который на самом деле работает жаль что не убирает морщинки от возраста ну да что поделать всякое случается крем могу порекомендовать я его сама когда-то купила по рекомендации блогера Даши Даха ДМ очень ей за это благодарна открыла для себя прекрасный крем которым пользуюсь и который сама могу порекомендовать следующий крем я купила в самом начале месяца он тоже для области вокруг глаз но я его еще не открывала я не знаю какая у него текстура купила просто потому что мне нужны были кремы я раздумывала точнее я думала найти что-то более бюджетное что-то столь же хорошее как крем от марки Лореаль купила этот но в итоге думаю ладно ну что я буду искать дальше кота в мешке покупать не хочется надо брать проверенную марку проверенный крем я его взяла так что этот оказался скажем так невостребованный но это не значит что я не буду им пользоваться буду но чуть попозже и скорее всего в теплое время года мне почему-то кажется что он не столь питательный не столь хорошо подходит именно на холодное время года как Лореаль но я правда этого не знаю если вы пользовались напишите что он собой представляет крем этот годен до двадцатого года так что немного пролежит в моих запасах рано или поздно я его использую в улыбке радуги брала стоил он там ну где-то в районе 160 рублей не такие большие деньги объем у крема 20 миллилитров использовать нужно за полгода это не совсем рационально потому что у меня 15 миллилитров за полгода заканчивается куда еще пять девать наверное буду мазать на руки я люблю марку чистая линия она не притязательная бюджетная при этом для меня точнее мне никаких проблем никогда не доставала не доставляла почему бы и нет почему бы не быть такому крему у меня да кстати что нам здесь обещают этот крем придает коже упругость открывает взгляд уменьшает припухлость давайте попробуем весной или на следующий год но рано или поздно я его использую далее хочу показать вам средства по уходу за ногтями покупка по необходимости экспресс удалитель кутикулы от марки эвелин косметикс я таким средством сейчас пользуюсь у меня осталось там его совсем чуть-чуть буквально на пять-шесть раз мне потребовались запасы новое средство именно этим средством я пользуюсь достаточно долго и покупать и пробовать что-то новое просто не хочу у меня были удалители кутикулы от салли хэнсон в разных вариациях которые мне не подошли потому что дико сушили кутикулу у меня были средства от от кого от пинкап которые мне тоже не понравились а это средство оно на моих ногтях работает хорошо конечно не удаляет оно никакую кутикулу это сказки просто хорошо смягчает и позволяет ее легко и безболезненно отодвинуть чтобы потом например отрезать как я это делаю но это средство не сушит мою кутикулу и достаточно бюджетно стоит хватает надолго я довольна не вижу смысла искать что-то другое когда есть уже то что нравится так что хорошее средство рекомендовать не буду потому что ногти у всех разные потребности у всех разные уровень притязания опять же разный но сама буду пользоваться и дальше подружки такое средство стоит 199 рублей мне кажется неплохая цена далее приобрела несколько средств от марки пингап два средства приобретаю повторно надо было если честно дождаться декабря в декабре средства пингап идут три по цене двух что конечно же намного выгоднее но я купила с 20% скидкой потому что не знала об акции декабря да такое тоже бывает ну да ладно вернемся к средствам которые я приобретаю повторно первое это у нас средство 10 в 1 такая приятная упаковочка блескучая коробочка на которой написано что это средство восстанавливает ногти и прекращает их расслаивание стимулирует рост здоровых ногтей устраняет их ломкость улучшает цвет и придает здоровый глянец питает и уплотняет ногтевую пластину защищает ногти от внешних воздействий выравнивает ногтевую пластину из всего перечисленного могу сказать что да действительно ногти быстрее растут крепче они не становятся это не средство от марки Evelyn которая делает ногти и длинными и крепкими здесь ногти действительно быстрее растут но какие они были у вас такие в общем-то и останутся выравнивает ногтевую пластину прекрасно подходит в качестве базы под маникюр под какой-то яркий лак очень приятное средство достаточно экономичное я сейчас таким пользуюсь очень довольна у меня там мало осталось так что решила приобрести про запас думаю что буду покупать именно это средство и дальше именно в качестве базы под маникюр самостоятельно я его не использую следующее средство это сушка для лака которая называется высушить за 60 секунд отличная сушка на самом деле высушивает лаки очень быстро особенно лаки пинкап другие лаки ну тут не всегда она работает на ура но высушивает быстро не за минуту за 3-4 но потом можно идти забивать гвозди я довольна настолько этим продуктом что купила про запас но недолго этому средству стоять в запасах потому что моя такая же сушка подходит к концу она уже немножечко становится густой более плотный дает слой из-за чего ногти быстрее точнее лак быстрее трескается но сушит великолепно для девочек которые любят носить маникюр долго 5-6 дней с одним цветом лака ходить я думаю это не самый лучший вариант а для таких как я лакоманьяков которые красят ногти чуть ли не через день для них такая сушка это очень даже хороший вариант сушит быстро придает глянец никаких проблем но как это здесь заявлено на коробочке стойкость маникюра не продлевает хотя здесь написано что продлевает вот это вранье но мне нравится она не очень быстро засыхает вот вы видите здесь больше половины и пользоваться я ей буду еще достаточно долго но в запасы купила лучше бы сделала это в декабре но как говорится знал бы прикуп жил бы в сочи да вот так так что еще я купила от марки пинкап это новинка для меня не знаю давно ли это средство продается в магазинах подружка я его вот только недавно увидела это питательная сыворотка для рук и ногтей в объеме сколько здесь 30 по моему миллилитров да не совсем я поняла это средство оно интересное в использовании но но если честно без него вполне можно обойтись здесь нам пишут что эта сыворотка питает увлажняет и восстанавливает ногтевую пластину содержит витаминно-минеральный комплекс который восстанавливает прочность ногтевой пластины и ухаживает за кожей рук способствует ее регенерации сыворотку нужно наносить под какой-либо крем желательно от марки пингап но у меня таких кремов если честно нет и никогда не было я честно даже и не знаю продаются они в подружке то или нет сыворотка в стеклянной находится баночке ее срок годности после открытия всего лишь три месяца у нее есть помпа сыворотка достаточно жидкая и я не совсем поняла как ее правильно разносить по ногтям это надо как-то наверное вот так делать я это себе так представляю впитывается она достаточно быстро она легкая говорить о том что она увлажняет на сто процентов я бы не стала на лето я думаю ею можно даже какой-то крем заменить увлажняющий но на холодное время года сверху лучше наносить еще что-то аромат миндаля очень яркий но очень быстро исчезающий сыворотка немного липковата если с ней переборщить но потом она впитывается и липкость проходит не разобралась пока что в этом средстве не раскусила буду пользоваться в пустых баночках расскажу и будет это очень-очень скоро средство мало расход у меня лично достаточно большой далее хочу показать вам свой небольшой заказ в компании Арифлейм который я делала через консультанта потому что мой номер меня уже отняли второй раз регистрироваться у Арифлейм я не собираюсь слишком уж там все дорого да и особо каких-то новинок интересных для себя я там не вижу но в каком-то из каталогов то ли в прошлом то ли в позапрошлом я уже не помню была возможность приобрести миниатюрки двух парфюмерных водичек достаточно небюджетных всего лишь за 299 рублей три водички на выбор я выбрала две чтобы попробовать и решить нужны они мне в полной версии если вдруг я бы захотела или нет объем каждой миниатюрки 8 миллилитров литраж такой маленький я бы сказала симпатичное оформление сумочный вариант первая водичка которую я решила попробовать это разумеется giordani gold эссенса сам по себе этот аромат стоит достаточно дорого больше двух с половиной тысяч многие девочки покупали многие хвалили я честно скажу хотела когда-то тоже приобрести полную версию даже без затеста и хорошо что я этого не сделала аромат мне не то чтобы не понравился в маленькой версии я его использую но в большой я боюсь он у меня простоял бы все время точнее очень долгое время и потом просто уехал бы к моей маме давайте я расскажу вам про ноты которые в этом аромате присутствуют выпущен он был в 2015 году и если я правильно понимаю то он относится к семейству цветочных верхние ноты это бергамот которого я не чувствую в сердце апельсиновый цвет и белые цветы и да для меня этот аромат пахнет фледоранжем пахнет нироли а эти ароматы в парфюмерии я не люблю в базе древесные ноты из бутылочки он пахнет очень ярко именно апельсиновым цветом и белыми цветами но на коже этот аромат немножечко трансформируется становится более сладким и появляется действительно может быть какая-то нотка бергамота и чего-то древесного на коже пахнет не так как из бутылочки поэтому я этим ароматом буду пользоваться но в полной версии нет покупать не стану возьму наверное с собой в отпуск посмотрите какая малявочка очень удобно будет с собой возить надеюсь в процессе перевозки не разобьется следующая водичка понравилась мне намного больше это поссес я даже не знаю где здесь ставить ударение поссес или что это вообще такое объем тоже 8 миллилитров вода тоже парфюмерная и тоже не не дешевая у Арифлейм но не знаю сколько стоит этот аромат относится к семейству шипрово-цветочных верхние ноты ананас грейпфрут и фрезия не чувствую в сердце иланг-кланг фледоранж и малина и в базе сандал почули ваниль из-за базы этот аромат как мне кажется относится уже к таким вечерним ароматом к пряным он сладкий а вот на руке кстати ананас раскрывается в упаковке нет он пряный сладкий приятный и этим ароматом я буду пользоваться с большим удовольствием чем предыдущей водичкой Giordani Gold интересные новинки уже давно не новинки интересные водички мне они ну где-то на четверочку обе ну это чуть скажем 4 с плюсом 4 с минусом как-то так но обе я бы покупать в полной версии не стала давайте расскажу вам о своем заказе в интернет-магазине Ифроше я думаю вы догадываетесь что я приобрела на сайте Ифроше ну конечно же новогодние лимитки вышло две линейки ароматов в этот раз это белая ваниль и зимние ягоды я понятия не имела как эти средства пахнут когда я их заказывала но я посмотрела видео Елены супергекты она достаточно подробно описывала ароматы и благодаря ее видео я пришла к выводу что мне больше понравится белая ваниль по факту так оно и оказалось этот аромат меня зацепил намного больше чем зимние ягоды также причина по которой я сделала заказ именно в интернет-магазине а не пошла просто в бутик что-то там покупать это ну разумеется подарки которые Ифроше дает за покупки правда в этот раз с подарками мне не очень-то и повезло когда я делала заказ подарки давали от суммы в 1900 рублей а я просто на эту сумму не набрала себе покупок дотянула максимум до бесплатной доставки курьером а эта сумма несколько меньше ну так иногда бывает да осталась я с одним подарком который я получила благодаря вбитому в нужную строчку кодовому слову какое слово я вбивала я не помню я даже не уверена что оно до сих пор работает ну подарок мне пришел не скажу что прямо вау но вещь полезная в конце вам видео покажу давайте вернемся к лимиткам почему их выгодно мне лично покупать в интернет-магазине Ифроше потому что они там продаются зачастую наборами а в наборах выходит дешевле в розницу дороже да поэтому я закупилась средств из серии белая ваниль я купила 5 первое что я положила в свою электронную корзину это вот такой наборчик который состоит из трех средств жидкое мыло гель для душа и крем для рук стоил этот набор 411 рублей соответственно каждая бутылочка вышла в 137 рублей в бутике они стоят дороже 149 159 рублей небольшая но все таки экономия хотя как посмотреть давайте поговорим об аромате пока что я пользовалась только двумя средствами из этого набора это жидким мылом для рук оно мне очень понравилось мыло у Ифроше имеет объем 190 мл очень удобная здесь помпа приятное оформление оформление просто шикарное в этом году только ради вот такой картинки можно купить эти средства мыло вы можете видеть белое кремовое перламутровое очень хорошо пенится достаточно одного-двух нажатий на помпу руки будут очищены чуть ли не до скрипа кожа при этом не пересушена приятный нежный аромат я бы не сказала что он на руках остается очень явным очень тонкий такой флер но приятный флер гель для душа я пока что не открывала поставлю в свои хомячьи запасы что касается крема я не очень жалую лимитки кремов от Ифроше но в этот раз опять же благодаря отзыву Лены Супергепто я поняла что этот крем более насыщенный чем обычные лимитки поэтому я приобрела большую версию которую еще не открывала и вот такую малявочку ее я приобретала отдельно за 89 рублей здесь объем 30 миллилитров очень симпатичный тюбик очень приятный крем я не скажу что он супер питательный но он неплохо увлажняет кожу быстро впитывается хорошо разносится по рукам кожу увлажняет на теплое время года даже подойдет несмотря на то что якобы этот аромат раз вышел зимой то должен быть зимним нет мне кажется он универсальный ну хотя опять же каждому свое давайте поговорим об аромате почему он мне понравился он оказался очень удачным и очень интересным для меня это смесь бурбонской ванили от ифраше и яблоко как его правильно называют карамельного яблока опять же от ифраше вот если эти два аромата взять и перемешать в одной баночке то получится как раз таки белая ваниль очень приятный такой гурманский аромат крем для рук кстати пахнет достаточно ярко и некоторое время на руках этот аромат остается очень мне понравилась эта лимитка и честно говоря я даже жалею что одну такую малявочку взяла надо было взять парочку а то и троечку удобный дорожный вариант удобный сумочный вариант и аромат приятный и оформление просто потрясающе так что эта серия мне однозначно понравилась да кстати еще из этой же серии я приобрела бальзамчик лимитированный бальзамчик этот питает кожу губ дарит ощущение комфорта благодаря тающей текстуре средство легко наносится и оставляет на губах сказочный аромат снежной ванили а снежная ваниль называется снежная все белая белая снежная она но суть от этого не меняется бальзамчик этот я пока не открывала но вообще бальзамы от и фраше мне нравится они приятные на холодное время года они очень даже неплохо подходят и опять же такое симпатичное оформление не стыдно ну как не стыдно приятно достать такое из кармана или из сумочки и воспользоваться думаю мне понравится стоил этот бальзам 136 по-моему рублей что касается второй линейки это аромат зимние ягоды оформление тоже приятное я взяла вот такой наборчик он стоил 277 рублей если я ничего не путаю в любом случае это дешевле чем по отдельности каждое средство покупать жидкое мыло из этой линейки я уже тоже использовала у меня обе эти баночки в ванной стоят можно воспользоваться любым мылом по настроению здесь вы можете видеть мыло гелевое прозрачное точнее как оно прозрачное красное аромат очень яркий в упаковке аромат яркий ягодный чем-то напоминает мне красные ягоды лимитку прошлого или позапрошлого года аромат приятный такой знаете пробуждающий поднимающий настроение такой бодрый я бы сказала но на руках он не остается это конечно груз но в любом случае пользоваться приятно руки не сушит достаточно экономичный классный мне понравился и оформление тоже симпатичное что касается геля я им пока что не пользовалась постоит в моих запасах если в ближайшее время пока эти лимитки в наличии если я попаду в бутик и фраше то я обязательно куплю в свои хомячьи запасы еще по бутылочке жидкого мыла просто чтобы было уж больно мне они понравились да в следующем году будет новая лимитка может быть даже еще более интересная но я хочу чтобы эти средства у меня были в загашнике в моем это все что касается лимиток нужно мне было приобрести что-нибудь еще и я решила взять еще один концентрированный гель для душа серии уже с ароматом олива и пятигрен такой аромат есть у меня полноценный в стандартной версии в большой бутылке 400 мл неконцентрированного геля и аромат мне нравится он мне кажется зеленым достаточно приятным подходит как мужчинам так и женщинам такой универсальный этот гель стоил 199 рублей он концентрированный его должно хватать на 40 раз принять душ надеюсь так оно и есть пока что я это средство не открывала но я думаю аромат будет такой же зеленый приятный интересный который не всем опять же понравится потому что на любителя мне писали что да действительно средство очень экономичное если я правильно понимаю такие концентрированные гели нужно использовать без мочалки просто сразу из бутылочки распределять по телу распенивать и смывать если честно я не очень понимаю как можно не пользоваться мочалкой ну я не понимаю кто-то понимает поэтому каждый пользуется как ему удобно я попробую и так и так конечно с мочалкой быстрее разлетится но если честно и не жалко вот честно не жалко у меня так много гели что мне все равно как быстро он закончится ну такая версия дорожная может быть в отпуск возьму этот гель может возьму тот который у меня уже есть с манго посмотрим следующее средство тоже обошлось мне в 200 рублей это обновленная серия пюр кальмий я выбрала для себя гель для умывания очищающий гель для лица ромашка пио в предыдущей версии у меня такой гель был и не один раз и он мне нравился приятный аромат приятно разносить по лицу хорошо пенится кожу очищает великолепно смывает макияж это я про предыдущую версию рассказываю мне одним словом всегда этот гель нравился что он собой представляет в новой версии я пока что не знаю но надеюсь будет то же самое если нет значит мне не повезло так само по себе это средство 219 что ли рублей стоит в бутике и я давно заглядывалась давно хотела приобрести в запасы и вот приобрела надеюсь мне понравится в новой версии понравится что касается подарка нашла я какое-то кодовое слово вбила это был подарок сюрприз я не знала что мне пришлют а прислали мне вот такой гель для душа который называется малазийская карамбола я посмотрела в википедии это слово правильно произносить именно так хотя для моего русского уха это звучит немножко странно я люблю говорить карамбола мне так веселее и интереснее но раз нужно говорить карамбола будем говорить карамбола аромат у этой карамболы достаточно приятный сладкий хороший гель серия жардан дюмонт вообще хороший у ефроше сколько они обычно стоят где-то сейчас наверное рублей сто девятнадцать сто двадцать девять но они стоят своих денег они экономичные огромный выбор ароматов хорошие кожу не сушат великолепно пенятся хорошо ее точнее кожу очищают так что классные ну дали в подарок не самый дорогой продукт ну да ничего страшного дареному коню как говорится в зубы не смотрят ну и последнее что хочу вам показать это пробнички хотя собственно что их показывать на выбор на сайте всегда можно взять три пробника из представленных их там десять может быть восемь сколько угодно выбирайте что хотите попробовать я выбрала кремы не для того чтобы их использовать для лица не для того чтобы попробовать и потом купить полноразмерку нет мне такие малявочки нужны чтобы ехать с ними точнее чтобы брать их в отпуск очень удобно такое саше использовать в поезде или в гостинице чтобы наносить на область шеи и декольте нанес выбросил и обратно домой естественно ничего не повез легкие удобные полноценная версия точнее этого я хотела сказать следующее этого объема в один миллилитр обычно вполне хватает для единоразового для однократного использования для шеи и декольте и все отлично выбрала я крем дневной эликсир женес кажется так это по-французски я очень люблю сыворотку из этой серии кремы мне не подходят очень жирные также серия рич крем это по моему 50 плюс и серым вежиталь все кремики достаточно питательные и для шеи и области декольте более чем подойдут так что очень хорошо жаль что только 3 пробника можно взять а не 10 мне нужнее в общем то все вот такие покупки вот такой заказ вот такие лимитки которые мне очень понравились особенно снежная ваниль надеюсь это видео было для вас интересным спасибо за то что вы его посмотрели всем пока